Это ток-шоу «Будни» здесь в этой студии, во второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, уже есть ссылочка для стрима. Он начался, присоединяйтесь, смотрите, что происходит в студии, и, конечно же, слушайте нас в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Ну и, конечно же, слушайте нас на сайте alfaradio.by. Ну и готов представить сегодняшнего гостя, это заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии правления при президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов. Доброе утро, Вадим. Доброе утро. Ну что ж, начнем с позитивной, хорошей повестки, действительно важная встреча, официальная встреча на данном этапе президентов двух стран, которые на данном этапе показывают действительно вот такие дружеские отношения. Я говорю о визите Александра Лукашенко в Азербайджан. И вот, опять же, заявление между Минском и Баку закрытых тем нет, заявил глава нашего государства. Вот сейчас на данном этапе действительно такие слова дорогого стоят. Что означает для Беларуси сотрудничество с Азербайджаном сейчас, Вадим? Ну, я скажу, что это старинные, уже можно даже и так сказать, добрые отношения, которые сложились, наверное, еще в 90-е годы. И тогда Александр Григорьевич, собственно говоря, большое внимание уделял Кавказу. А одна из самых, так скажем, вот точек драйва, ну как говоришь, точек роста, да, это как раз был Азербайджан. Так что с ним дружить было бы грешно и непрактично. Вот мы дружим, и эта дружба имеет под собой и эмоциональную основу. Мы слышали эти теплые слова, которые сказали друг другу два президента. И то, как почтил память отца Гидара Алиева, да, помнишь, основатель Азербайджана, наш президент, побывал на его мемориале, это о многом говорит. Я думаю, что пример Гидара Алиева, он еще тем важен, что он сохранял традиционность развития Азербайджана. То же самое происходит и в нашей стране. Ведь мы свое развитие строим, опираясь, как говорит наш президент, стоим на плечах предыдущих поколений. Мы ни в коем случае от их достижений не отказываемся, да. И это основа основ. И та дружба, которая существовала между белорусским и азербайджанским народом еще в советское время, она вот эти плечи тоже одни из тех плечей, которые нас поддерживают и азербайджанский народ, и белорусский народ. Поэтому выбор этого трека, как сейчас говорят, дипломатического, он не сиюминутный, не одномоментный. Я думаю, это на долгие годы вперед. И, собственно говоря, это понятно потому, о чем говорил наш президент с руководством Азербайджана. Первое, что нужно сегодня отметить, ты, кстати говоря, ты уже это отметил, закрытых тем нет. Любые, как говорится, запросы, которые есть у азербайджанской стороны, белорусская сторона сделает так, как никто другой не сделает. Самым лучшим образом. И это отметил наш президент. Во-вторых, и у нас есть интерес, прямо скажем, уже заявлено о том, что необходимо восстанавливать присоединившуюся территорию Карабаха. И там действительно предстоит очень большая работа. Собственно говоря, это задел нашего президента на долгие годы вперед. Потому что здесь, видимо, был такой, скажем, посыл не только по Азербайджану, но и по Украине. Мы же отлично понимаем, что Украину тоже нужно будет в свое время восстанавливать. И такой пример взаимодействия и помощи белорусской стороны, он, конечно же, будет привлекателен. Во-вторых, будем называть их именами, это и выгода для белорусской стороны. Строительная наша отрасль будет задействована на долгие, так сказать, годы вперед. Большие инвестиции. И это, собственно говоря, способствует и деревообрабатывающей нашей промышленности. Мы уже заявили о том, что готовы строить деревянные дома. А с деревом, как мы знаем, в Азербайджане проблемы. Можно сказать, дефицит. Да, дефицит. Так что все складывается как пазлы в очень важной, хорошей и, я бы сказал, перспективной игре на будущее. Кстати, вот если так в детали вникать, Беларусь разработает типовой проект агрогородков для Азербайджана. Вот тоже очень важная такая составляющая. И действительно нам есть чем поделиться в сельском хозяйстве, в наших наработках. Наверное, тоже нужно прокомментировать это, потому что, скажем так, вот то, что, скажем так, многие, может быть, не понимали. Многие открыто говорили, что якобы агрогородки в Беларуси это такая тема, которая не актуальна, тема, которая не интересна. Но, тем не менее, мы видим, что время и годы показывают, что оказалось, что все стратегически было выверено правильно. Еще можно проецировать на другие страны, не только у нас. Как еще у Шекспира, да? Есть много, Гамлетт говорил, есть много другого раций такого, что и не снилось нашим мудрецам. Многие мудрецы тут придумывают чего, но отлично мы знаем, как хорошо работают агрогородки в Республике Беларусь. И это, собственно говоря, народосберегающие технологии. Я бы такой термин применил, потому что надо сохранять сельское население, надо сохранять мощное сельское производство. И это без людей не бывает, а значит, для людей нужно создавать условия. И урбанизация не должна съесть, как говорится, всю демографию, я бы так выразился. Та же проблема стоит сегодня и перед Азербайджаном. Она стоит перед многими странами, но наиболее успешного решения этой проблемы как раз в Республике Беларусь. И я поэтому не сомневаюсь, что Ольхам Алиев с большим вниманием и интересом прислушался к предложениям нашего президента. К тому же, еще раз повторяю, что в Азербайджане примерно та же проблема, может быть, даже в более острой форме, чем у нас. Там есть Баку, есть какие-то центры, которые связаны с нефтедобычей, с промышленностью, с финансовыми. А сельское хозяйство начинает отставать. И здесь необходимо делать большие вложения. А средства у Азербайджана есть, мы это знаем. Так что, опять же, здесь все совпадает. Наш президент, как говорится, уловил момент. Вот, во-первых, есть задача, есть, значит, поставлена эта задача уже и президентом Азербайджана. Есть средства, и эти средства для решения этой задачи в том числе предлагает и Республика Беларусь. Ну, кстати, вообще, получается, за такой достаточно короткий период суверенной Беларуси, за небольшой промежуток времени в исторических мерках, мы уже не просто, скажем так, для себя что-то разработали, внедрили и используем, но уже получается на данном этапе, опять же, мы видим, что это и то, что касается Африки, да, вот и сейчас глава государства говорит, что там агрогородки, развитие профтехобразования. То есть Беларусь уже научилась даже свои наработки, свои, скажем так, какие-то достояния уже и на другие страны, в принципе, это тоже наша заслуга, получается. Я могу сказать так, что наш президент брендирует агрогородки и вообще вот такое строительство, да, для очень многих стран это будет очень интересно. Если ты правильно затронул Африку, там эти проблемы еще более остро стоят, и если Африка будет подниматься, то, конечно же, в том числе, там огромное количество сельского населения, которого нужно задействовать, которое, опять же, не может перетекать только в города, и эта проблема там стоит очень остро. Если мы создаем такой бренд, Беларусь, строительство агрогородков, да, и так далее, и так далее, то, естественно, это будет вызывать большой-большой интерес и привлекать те средства и инвестиции, которые есть у государств, которые будут решать эту проблему. Мы им, как говорится, в этом деле поможем. Ну и еще одна тема, вот обязательно, опять же, очередной раз прозвучала из уст главы государства, это, конечно же, ситуация в Украине. Вот сейчас на данном этапе снова говорили о ситуации в Украине главы государств. Президент рассказал, что детально проинформировал свою коллегу о ситуации в регионе в связи с конфликтом в Украине. Ну, опять же, вот на данном этапе снова, значит, сейчас говорит президент о мире. Ну, это, знаете, уже тоже бренд, да, Республика Беларусь, это, мы раньше говорили, спонсор, да, стабильности и безопасности в регионе. Но, к сожалению, в регионе что происходит, то происходит, но мы не отказываемся от своей политики. Более того, мы ее еще более настойчиво предлагаем. А в третьих я хотел бы обратить внимание на очень важное заявление, которое сделал наш президент. Собственно, сказал он Алиеву о том, что азербайджанцы, он вообще Алиеву сказал, что ты сегодня отвечаешь за весь Кавказ. Это очень значимые слова в устах нашего президента. Потому что давайте вещи называть своими именами. Кавказ сегодня опять начинает бурлить, его хотят расшатать. Давайте посмотрим на Грузию, давайте посмотрим на Армению. Большие усилия предлагаются нашими противниками, Соединенным Штатом Америки, Европейским Союзом. Азербайджан в этом смысле представляет собой стабильного нашего партнера, который тоже заинтересован в стабильности и спокойствии на Кавказском регионе. Он только что разобрался, как отметил наш президент, с очень трудной проблемой восстановлением земель своих. И, конечно же, он не заинтересован в продолжении каких-либо конфликтов. То есть здесь, опять же, полнейшее совпадение наших интересов, миротворческих, в мире, на Кавказе, как вообще в мире на глобальном уровне. Так и такая же заинтересованность есть и у Азербайджана. И надо отметить еще одну важную вещь, что Азербайджан, он там не одинок, но есть серьезная поддержка от Турции. То есть здесь, по сути дела, ведь Турция тоже каким-то образом влияет на развитие конфликта на Украине. Она также играет определенную роль, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но Эрдоган пытается постоянно оказывать какое-то влияние. Так вот, чтобы это влияние Турции было более, так скажем, позитивным, конструктивным, еще более четко в определившемся направлении на поиски мира и разрешение этого конфликта, Я думаю, что через Азербайджан, Александр Григорьевич, вот и, если угодно, делает такие важные посылы, которые не ограничиваются только, собственно, Кавказом. Это заявка на глобальную стабилизацию, поскольку никому не нужна сейчас Третья мировая война, а она может вспыхнуть в том числе и на Кавказе. Мы знаем, что вы коснулись, Вадим, этой темы Украины, что Украина это только один из участков фронта, я бы так сказал, который направлен против России и против Беларуси. И вот, чтобы этот фронт не сложился ни в коем случае, одна из важнейших задач белорусской дипломатии. Мы не способствуем каким-либо конфликтам вообще, но этот конфликт нас интересует в меньшей степени, чем какой-либо другой, потому что это у нас под боком, это наши братские народы, и мы... Это, если угодно, давайте вещи называть своим именами, я как геополитик скажу, это сфера наших интересов, это сфера безопасности, в том числе и Кавказ, это сфера безопасности Республики Беларусь. Мы выходим на глобальный уровень, мы становимся глобальными игроками, и в этом смысле наше здесь участие и наше позитивное влияние, оно не только оправдано, оно востребовано. И мы видим, как Алиев очень, ну, как говорится, с пониманием воспринял эту инициативу нашего президента. Кстати, вот то, что касается, опять же, стабильных стран, то, что касается стран, которые действительно демонстрируют такую устойчивость, да, вот сразу же как-то со стороны Европейского Союза к ним какие-то претензии. Вот интересная история, на островах Новая Каледония вспыхнули протесты сторонников отсоединения от Франции, введены там вооруженные силы, есть погибшие. Так вот, Париж заподозрил, что Баку причастен к бунту и к тому, что происходит. Ну, это истерика Парижа, давайте назначим, до этого он подозревал везде российскую сторону, теперь Азербайджан, который как бы к этому отношения не имеет. Но здесь еще есть какие-то исторические, так скажем, моменты, поскольку Франция давно, да, весь XX век, она поддерживает эту идею, так сказать, армянского геноцида, да, там большая армянская диаспора во Франции. Помните, знаменитый певец Азнавур, Цароян и так далее, чьи эти известные фамилии. Это армяне. И армянская диаспора влияет, имеет большое влияние, ну, по крайней мере, на электоральную какую-то, да, политику в рамках Франции. Здесь же, еще раз повторяю, скорее всего, Франция выступает просто как некий сигнализатор о том, что Запад недоволен вот такими стабильными отношениями между Белоруссией и Азербайджаном. Он посылает, так скажем, месседж, как сейчас говорят. Смотрите, это месседж непосредственно Азербайджану. Но Алиев не тот политик, который чего-то боится. И, во-вторых, это еще раз напоминает тому же Алиеву, что с Западом нужно дружить, но очень осторожно. Здесь Запад всегда преследует свои собственные интересы. Плевать ему на интересы каких-либо других государств. И вот такой намек, прямо скажем, это уже, ну, в каком смысле можно рассматриваться как и угроза. Она абсолютно высосана из пальца, нет никаких оснований утверждать подобное у французской стороны. Но сама, так сказать, абсурдность постановки вопроса означает, ну, вот раздражение, степень раздражения Парижем и Вашингтоном тем, как самостоятельно проводит политику сегодня Азербайджан. Ну что же, вот, кстати, затронули вскользь тему Украины. На данном этапе мы видим, что уже звучат достаточно такие, какие-то необычные, в кавычках, заявления от президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Запад и конкретно США в демагогии, отсутствии реальной помощи в войне с Российской Федерацией. Опять же, признал, что ситуация очень серьезная. Ну и по большому-то счету уже говорят о том, что, ну, вот в обвале фронта виноваты США. Да, Блинкин разочаровал. Ну, у Зеленского сегодня действительно в самом настоящем смысле этого слова истерика. Давайте послушаем его заявление. Вот Харьков падет, дайте нам, пожалуйста, хотя бы два патриота, да, вот, противовоздушных этих комплексов. Как эти два комплекса могут спасти Харьков? Ну, это даже ребенку понятно, что это абсолютно невозможно. И такое слышать от человека, который занимает достаточно, как бы, ну, высокий пост президента, какое-то еще время он будет легитимен в этом, как бы, качестве. Ну, это просто смешно. Он действительно истерит, он действительно кричит, помогайте срочно, быстрее и так далее, и так далее. Я могу сказать еще одну вещь. Это в том числе и работа по заданию американцев, поскольку сегодня конкретно курирует Зеленского Байден и демократическая партия. А демократическая партия обвиняла в том числе республиканцев, да, в том, что они стопорили вот поставки вооружений. И теперь хотят свалить на республиканцев ответственность за тот провал, явно, который сейчас намечается на поле боя, значит, украинской стороны. Вот, Байдену надо будет как-то объясняться, да, особенно в предвыборный период. Чем ближе к осени, чем больше нужно будет показывать какие-то реляции, да. А реляции будут самые неприятные для американской, для украинской стороны. На кого это свалить? Вот, значит, республиканцы, Трамп, не пускали вооружения и так далее, и так далее. Ну, давайте сейчас сбросим туда вооружение, и это все равно ничего не даст. Там, в конце концов, уже бардак на фронте. Люди в украинской форме сдаются пачками, да, а то и целыми подразделениями. И это говорит, во-первых, не о том, что отсутствует вооружение. Вооружения там, к сожалению, хватает. Не зря же Боррель говорил, что если вот мы сейчас прекратим поставки, то в две недели война закончится. Две недели уже много раз прошли, война не закончилась. Значит, поставки идут, это все вранье, в том числе со стороны Зеленского. Идут поставки, смею вас заверить. Но самое главное, что украинский народ начинает понимать, что эта война ему совершенно не нужна. И те, кто находятся в окопах, да, они просто пушечное мясо для Зеленского. Вот осознание этой реальности и грозит, ну, скажем так, политическому будущему Зеленского и его режима. Вот отсюда и все его истерики. Но в том числе это и угроза для Байдена, поскольку провал на Украине будет означать провал его предвыборной кампании. Еще вот одна тема. Литовские пограничники пытались выдворить мигрантов в нашу страну, обосновывая это тем, что им было отказано в предоставлении убежища в Балтийской республике. Вот опять же, там были несовершеннолетние беременные женщины. Вот на данном этапе люди легально прибыли через пограничный пункт. Им отказали. Что происходит? В целом мы видим, что Польша отказывается принимать беженцев и мигрантов. Вот тут такой вопиющий случай. На данном этапе вот приграничные, скажем так, территории Европейского Союза, да, то есть те же Литва, Латвия, Польша. Почему они вот так становятся в такую позицию, да, и вопреки даже уже и принятым документам Европейского Союза так боятся вот беженцев и так боятся принимать их к себе? Ну, вопреки всему, в том числе Декларации о правах человека, да, которые они кичатся, и тем же европейским ценностям, о которых они постоянно говорят. В качестве вот в Декларации о правах человека там четко сказано, свобода перемещения, передвижения и так далее, и так далее. В Типоле Евросоюз, помнишь, в свое время устами Меркель приглашал? Чуть-чуть. Приезжайте, мы вас всех обнимем, содержим, обогреем, да, как в том знаменитом фильме, да, подогреем, отберем и так далее, оказалось, на самом деле. Но если честно и серьезно, то это обыкновенный расизм, причем расизм, который уже звучит с самого высокого уровня. Помните эти заявления Борреля о том, что, значит, европейцы живут в некоем саду? Шутгусат, это Эдем, это концепция, да, перевернутая Библией, я бы так сказал. В раю живут эти, значит, избранные, а все остальные живут в джунглях по концепции Борреля. Вот, собственно говоря, если самый главный, так сказать, человек в дипломатии Европейского Союза позволяет себе подобное заявление, то есть какие-то мелкие сошки там, да, литовские или какие-нибудь еще, почему бы им не проявить расизм? Они же могут прикрыться еще инструкцией, да, сверху все это идет, указания. К сожалению, плохо то, что вот на местах эти литовские средние и мелкие чиновники вот восприняли этот расизм за догму, за руководство к действию. Ну, а вторая цель, это, конечно же, устроить очередную провокацию для Республики Беларусь, потому что они же постоянно говорят, что вот Республика Беларусь создает им проблемы. Проблем Беларусь не создает, значит, надо создать проблемы Беларуси. Вот логика простая. А потом по этому поводу шуметь и, значит, драть горло. Но вот, кстати, примечательно ты отметил, что тут польское правительство, да, руководство. Значит, мы знаем, что уже в ближайшее время, значит, должна быть принята особая, так сказать, самостоятельная, особая концепция Европейского Союза по вопросам миграции и так далее, и так далее. И, в частности, от польского руководства требует Евросоюз, Брюссель разместить на своей территории энное количество. Миграции, да. Это осуществляет. Значит, они, опять же, выборочные. То, что Польше выгодно, значит, они вот готовы поддерживать из этих деклараций, а то, что им невыгодно, то, значит, невыгодно и на тебе, боже, что нам негоже, мы выгоняем, да. Но это же не подход. Декларация, это есть декларация, это принцип, который действовать должен всегда во всех равных условиях, да, и равнодействовать. Значит, здесь сами польские власти разоблачают себя в том смысле, что они ни в какими принципами не руководствуются, что они двуличные и лживые. Поэтому и всем остальным заявлениям польской власти верить просто-напросто нельзя. И вот господин Шмидт, который недавно попросил убежище... Да, вот следующая тема наша. Да, ну вот волей-неволей переходишь, да. Он чем опасен для польского руководства? Да тем, что он раскрывает эту двуличную гнилую сущность нынешней польской власти. Кстати, вот то, что касается польского диссидента, судей Томаша Шмидта, вот опять же, он хотел вручить консулу польскому заявление на имя Министерства юстиции, на имя генерального прокурора о том, что польское правительство нарушило ряд законов о польскую конституцию, также международные законы, в том числе Конвенцию по правам человека, но оказалось, что консул не может принять эти документы. И он не стал разговаривать с Томашем Шмидтом. Ну так, вот она, демократия в действии. Причем это же не наш гражданин. Так он же Шмидт, он же гражданин Польши, и он, во-вторых, имеет право обращаться по консульским вопросам, да. А что говорить об эмигрантах, у которых нет никаких польских документов, они вообще их за людей не воспринимают. То есть вот этот расизм, к сожалению, его ростки всегда были в Европе, да. Вспомните, что Россия поднималась за счет колонизации, да, за счет своих колоний. Поэтому расизм там укрепился в сознании, может быть, даже в генах. Но в 20 веке вроде бы от этого всего отказались, да. Вроде бы. Вроде бы. Ключевая. А сегодня опять это начинает выпирать, да еще более пышным цветом. Видимо, ну, прямо скажем, европейским ценностям нужно провести санацию. Даже так. Хорошо. Кстати, то, что касается, опять же, ситуации в Европе, опять уже несколько дней, значит, так активно обсуждается ситуация, которая произошла в Словакии. Нападение, например, министра этой страны. На данном этапе говорят, что одна из причин, почему на главу словацкого правительства Роберт Штар-Фитца было совершено покушение, это прекращение военной помощи Украине со стороны Словакии. То есть, по большому-то счету, скажем так, ну, в принципе, уже вот эта тема даже на внутренний процесс, видите, как-то влияет. Почему так полярно разделился Европейский Союз, и мы видим, что это последствия, скажем так, вот таких достаточно серьезных противоречий внутри? Ну, я скажу, что это, конечно, шокирующая в истинном смысле этого слова новость. Но, к сожалению, сам Фитца, Роберт Фитца, предчувствовал это. Вот в одном из последних своих интервью он сказал, что уровень агрессии и ненависти в Европе растет настолько, что в ближайшее время убьют кого-то из политиков. К сожалению, он оказался пророком против самого себя, потому что предугадал эту ситуацию. Ну, и все жив, да? Да, он, слава богу, да, я надеюсь, что он выздоровеет, и все будет хорошо. Но попытка-то была убить, будем вещи называть своими именами, этот террористический акт. Я уверен, что это никакой не одиночка, за этим всегда стоят чаще всего какие-то заговоры, но об этом сейчас мы отдельно поговорим. Вот сейчас о реакции. Я читал недавно Блумберг, да, предположим, да вообще сейчас пресса, вот первый день, они как бы соболезновали Фитцу, да, там наши мысли с ним, с семьей и так далее, и так далее. На следующий день тональность поменялась и стали обвинять Фитца в том, что он спровоцировал выстрел в себя. Значит, давайте вещи своими именами называть. Это уже состав уголовного преступления. Это называется как оправдание терроризма. Вы ищете оправдание террору, причем террору против первого лица государства. И если это делается официальными органами, учреждениями или частными лицами, в любом случае это уголовное дело. И тот же Блумберг, другие, это американское агентство, да, которые вот подобные вещи издают и пишут, они наговорили на уголовное дело. Но никто его не возбуждает. Это становится общим местом. Значит, мы понимаем, что вся так называемая закулиса европейская и американская хотела вот этого акта против Фитцу. Они хотели устранить Фитцу. Почему? Да по одной простой причине. В Европе остались два человека, да, это Орбан и Фитцу, которые правду говорят и которые выступают против втягивания Европейского Союза и НАТО в войну против России и Беларуси. И эти люди с здравым смыслом, конечно же, мешали. Не только как бельмо в глазу, да, наверное, еще и хуже. И поэтому их хотели устранить. Вот итальянская мафия, так, у них такое выражение есть, когда хотят кого-то убить, они говорят, вытащи камень из моего ботинка. То есть я не могу ходить, да, ботинок мне мешает, вытащи камень, то есть убери человека. Вот попытка убрать такого политика. Тем более, почему еще произошло? Потому что там президентом избрался его соратник. И если до этого президента была прозападная там дама, то вот сочетание дуэт такой, скажем, премьер-министра и президента в Словакии означало бы совершенно более четкую позицию антивоенную, миротворческую, которая защищала нынешнее словацкое руководство. Я вообще должен сказать, что Словакия – это одна из тех стран, которые наиболее близко расположены, ну, это, скажем так, старинные исторические чувства связывают наши народы. Это славяне, и они как раз ближе всего к белорусам, к русским, и они всегда были против этого вот западного романо-германского такого шовинизма, да. И они много натерпелись в составе Чехословакии, от чехов и тогда от австрияков, от немцев и прочее, прочее. Поэтому Словакия в этом смысле даже сильнее, чем Венгрия, да, имеет традиции взаимодействия со славянскими народами нашего пространства. Поэтому нужно было выбить именно эту страну. И, кстати, заметьте, сейчас после выстрелов министр внутренних дел заговорил этой страны о возможности гражданской войны. Значит, соответствующие данные у него есть. Значит, уже спецслужбы работают. Я уверен, что это широкомасштабный заговор по государственному перевороту в Словакии с тем, чтобы выбить эту страну из фронта антивоенного, который, походу, бедно, но уже начинает складываться в рамках того же Европейского Союза. Ведь мы понимаем, почему так вопят и боятся проигрыша на полях сражений на Украине западные страны. Это закончится очень просто. Развалом сначала Североатлантического блока, НАТО, поскольку оно не справилось, не выполнило, оно будет развал. Многие страны создают вопрос, а зачем, куда нас толкали американцы и прочее, прочее. Следующий этап, ну, как минимум, смена руководства и смена политической парадигмы в Европейском Союзе. И всякие фундерляйны и прочие именно этого боятся смертельно, не хотят оставаться при своих должностях, получают свои дивиденды. А их выгонят, причем с позором, и начнут клеймить, куда мы нас довели, поставили на риск Третьей мировой войны. Поэтому заговорщиков может быть очень много. Но то, что это точно заговор, давайте просто посмотрим на кадры, если кто-то там видел, как это происходило. Служба безопасности просто-напросто ахово, ничего не видела. В общем, они стали за барьерчиком, то есть толпа, где общается премьер-министр, значит, премьер-министр ставлен один на один с этой толпой, а за барьерчиком стоят, значит, охранники. И этот убийца, преступник, якобы писатель, спокойно достает пистолет, он не такой, там, 71-го года, у него нет такой реакции, высовывает руку и стреляет. Охранник смотрит туда-то, куда-то в сторону. Во-вторых, еще один важный момент. Я смотрел интервью людей, которые там были в этой толпе, одна женщина говорит, мы три часа здесь стояли, ждали подхода ФИЦу к нам. Значит, это был пункт, это не было, как говорится, спонтанное действие ФИЦа, пункт в программе пребывания в этом городе. Во-вторых, эта же дама сказала, мы здесь три часа стояли, нас никто не проверил. У человека пистолет в кармане, охрана не может этого отвлечь. Вопросов много, да. Это, еще раз повторяю, не просто это не безалаберность, это даже не какие-то служебные нарушения. Я уверен, что здесь есть что-то более глубокое. Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении сегодняшнего выпуска. Тема касается нашей страны. Бесспорное доказательство, полученное в ходе расследования уголовное дело о геноциде белорусского народа, раскрывает истинное лицо нацизма и фашизма как самых страшных явлений в истории человечества. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швет на республиканском семинаре с международным участием. Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Историко-правовая оценка. Вот очень важный момент. Историко-правовая оценка. Тех событий того геноцида, который происходил на нашей земле. Почему сейчас мы к этому возвращаемся? И судя по всему, по заявлениям, это еще будет длиться много лет. Да потому что, прямо скажем, мы опять же с нашей доброй волей, мы добрые, мы слишком добрые. Давайте так. Мы спасли Европу от фашизма, от ига, черной чумы и как угодно это называйте. Но у нас сложилось впечатление, даже вот кто учился в школе советской, нам учили. Антигитлерская коалиция, мы совместно могли сражаться против общего врага. И мы об этом говорили там 90-е, нулевые годы. На самом деле, антигитлерская коалиция абсолютно неестественное состояние для Запада. Для Запада была смертельная опасность от Гитлера исходила, да. И тогда Черчилль первый, когда обратился еще, 22 июня, кстати, он по радио заявил, что я самый большой противник большевизма, России, но я все-таки обращаюсь. То есть они вынуждены были это делать. И тот же Черчилль уже в 43-44 году начал, как говорится, делать подкопы и готовиться к войне. Помните, это знаменитый план, который сегодня раскрыт. Это невероятное, немыслимое, как они называют, сразу же перехода войны против Советского Союза, против нас с вами. Поэтому мы вот исходили из этой пардигмы, что у нас была коалиция, что мы хотели мирного сосуществования, мы хотели дружить с западными странами. И поэтому иногда как бы, да, чуть-чуть собственную боль прикрывали, прятали и хотели, чтобы не раздражать возможных партнеров в будущем строительстве общего благополучного мира. Эти партнеры сейчас идут на нас войной. Вот мы теперь не собираемся скрывать никакие факты. А то, что против белорусского народа, вообще на территории Советского Союза. Мы знаем, сколько шума, да, и справедливо по поводу Холокоста. Но ведь самой главной, да, жертвой геноцида фашистов, проводимого фашистами, и не только, кстати, немцами, там многие поучаствовали. Это был советский народ, то есть белорусы, русские, украинцы и другие. И эту правду мы должны принести, напомнить, так скажем, европейцам с тем, чтобы они в конечном счете, может быть, опомнились, куда их ведут. Потому что то, что сегодня в Европе, вот тоже нападение на Фицу, это ведь откровенный фашизм. Ведь 40 лет не было таких убийств в Европе. Последний, это 86-й год, Олаф Пальма, премьер-министр Швейц. Кстати, тоже очень знаковое убийство, потому что убил какой-то, как всегда, одиночка, но после этого Швеция начала медленно-медленно поворачивать в сторону Соединенных Штатов Америки, и вот сегодня она уже в НАТО. А Олаф Пальма был как раз против всего этого, против американцев. Он, кстати говоря, поддерживал все движения, значит, Никарагуа, поставлял оружие латиноамериканским государствам, которые сопротивлялись американскому империализму. То есть убийство, совершенное вовремя, да, и перевод в стране, медленный ползучий. Вот эта опасность, я давно об этом говорил, фашизации Европы, в Европе готовится фашистский массовый переворот. Собственно говоря, для этого Европу и объединили, чтобы это произошло быстро и, так скажем, одномоментно. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Самая яркая цитата разговора сегодняшнего читайте на sb.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио, 17 до 19.00. В гостях у нас был заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии правления при президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов. Спасибо огромное, Вадим, за ее разговор. Всем хорошего дня, до встречи завтра в буднях, завтра у многих рабочий день. Да, будем работать. Ну, собственно говоря, мы с тобой работаем даже в выход. До встречи в буднях. Редактор субтитров А.Семкин